Здравствуйте, наши уважаемые посетители! Мы вас приветствуем в стенах нашего Биологического Музея Инклименты Аркадьевича Тмирязева. Я за это очень биологическим сектором, Александра Калашникова, и наша постоянная рубрика «Спроси биолога». И сегодня мы будем спрашивать биолога, кандидата исторических наук Сергея Феликсовича Хребара. А тема наша будет сегодня простая, потому что в воскресенье, 16 октября, мы вас ждем в стенах нашего музея, не основного здания на Мало-Грузинском, а во втором нашем здании, в павильоне «Геология» на ВДНХ, у нас будет там программа проходить «Отцы и дети», посвященные Дню Отца. И все основное мероприятие будет проходить именно там, на нашей новой площадке. И Сергей Феликсович будет представлять свою лекцию-презентацию «Забота о потомстве», и как, собственно говоря, отцы заботятся о потомстве. Поэтому мы будем говорить о папах в мире животных, о какой они роль играют, какой они не играют роль. И вот у меня как раз первый вопрос. Есть листья животных, те, у которых за потомством ухаживают, заботятся только исключительно папы, когда мама никакого участия не поднимает в этой самой заботе? Или оно совсем-совсем сводится к минимуму? Ну, наверное, исключительно так, чтобы исключительно только папы. Такого нет, не может быть в принципе, потому что без мамы потомство не может появиться на свет в любом случае. Но бывают ситуации, когда такая забота действительно сводится к минимуму. То есть у некоторых видов птиц самка откладывает яйца в гнездо, которое, во-первых, самец построил, во-вторых, он продолжает эту кладку высиживать. Или вот, например, если далеко не ходить, рядышком с нами такая вот семейка императорских пингвинов, два взрослых пингвина, птенец и еще яйцо. И вот как раз яйцо высиживает, наверное, правильнее сказать, выстаивает папа. Самка отложила яйцо и ушла кормиться. Она до этого долго голодала. Ну, а самец занимается высиживанием. Более того, могу сказать, что высиживает папа это яйцо даже не неделю, не две, а сколько жилет? Два, а то и три месяца. Да, это на стадии. Века 50-60, а иногда и 100 дней. Это правда. Более того, папа, вот такой вот, постойте смирно, поикрыт яйцо пуховой складкой, стоит и уже не питается. Иногда самцы теряют до половины своего собственного веса. Я хочу, у нас есть вопросы, мы сейчас к ним перейдем, но перед этим я еще хочу напомнить, если вы живете в Москве и собираетесь еще и стать участником нашей олимпиады, музея парки Москвы, напоминаем, что все наши задания в этом году будут не по музейной экспозиции на Мало-Грузинском основном здании, а по регионе геологии. Там мы придумали вам вопросы, туда нужно приехать, чтобы участвовать в этой программе. Ну, а у нас есть вопрос, который мы с удовольствием выслушаем. Уже два. Расскажите, пожалуйста, про современных голубей, современных городских бездомных кошек, потому что наблюдается тенденция к изменению родительского поведения самцов. Ну, наверное, тут, наверное, были же ко мне вопросы, которые я обретала, да, но тут я могу сказать, что у голубей интересна другая забота о потомстве. Дело в том, что есть три группы птиц. Это как раз игрины, это фламинго и это голуби, в частности, сизый голубь, у которых у птиц вырабатывается так называемое птичье молоко. Она никакого сходства с молоком-блекопитающим не имеет, потому что молоко-блекопитающим содержит еще много сахара в лирогах, в лактонах, например, да, птичье молоке никакого сахара не содержится, это скорее такая белковая жировая кашица. Причем, да, правда, Сергей Федорович прав, обратно, образуется она либо в желудке, либо в зобе, в зависимости от вида птиц, и таким птичье молоко выкармливают птенцов не только самки, но и самцы. Иначе говоря, это птичье молоко образуется у особи обоих полоток. И то, что касается сизого голубя, то вот такое вот дополнительное выкармливание птицов позволяет паре откладывать яйца, ну, в общем-то, и не связываться с сезоном, как это делают большинство диких птиц. Практически круглые грибы. Да, это правда. То есть, если наше большинство птиц, подавляющее большинство птиц, гнездовой сезон, это где-то конец, вторая половина весны, где-то май-тире, ну, июль, да, потому что может быть повторная кладка, то у сизого голубя действительно можно наблюдать такое гнездовое поведение круглогодичное. Ну, это то, что касается именно сизого голубя. Потому что действительно, изначально его дикий предок, скажем, дикая форма сизоголубей, это все-таки юг России, это такие скалы. Даже скорее Ближний Восток. Даже Ближний Восток, это правда. Это такие вот скалы. И, ну, в процессе синотропезации, синотропезация это значит, когда животное начинает жить рядом с человеческим жильем и получать от этого какую-то пользу. Ну, в процессе эволюции, синотропезации, голуби, по всей видимости, очень сильно изменили свое и поведение, и свои привычки, и в том числе и гнездовое поведение. А вот насчет кошек то же самое происходит. Во-первых, у кошек меняется поведение от таких одиночных зверей. Кошки становятся более стайными. Вот буквально у нас в пяти минутах ходьбы от музея, в столярном приютке, живет уже много лет такая вот стая кошек, какие-то поменялись, каких-то кошек я знаю в лицо уже как сторожи. И, в общем-то, у них поведение не такое, как, скажем, в великой кошке в природе, когда пара образуется только вот на момент спаривания. Дальше вот кошка рожает котят и кота прогоняет. Хотя, в общем-то, известны случаи, когда и домашние и коты агрессивны по отношению к гнездам. Но вот здесь вот в таких вот нарушениях тоже, в общем-то, папы могут проявлять дополнительную заботу о потомстве. Хотя это не очень сложно. Это совершенно кошачьи. Но я скажу, у кошачьих есть исключения. Потому что рыси, самец рыси, оттаскает свою добычу и бросает самку. И когда она там кормит детенышей, и когда детеныши подрастут, самец тоже притаскивает и мясо, и, в общем-то, вполне такой примерный папа-северенит. Он не может кормить молоком, конечно. Он не может родить, но он кормит и самку, и детенышей. Так, у нас есть еще вопрос. Половой деморфизм влияет ли на заботу о потомстве? Нет. Потому что, например, у утов, у которых есть вполне себе половой деморфизм, да, самец селезень достаточно хорошо отличается от самок, если кто-то не находится в этом периоде. Но при этом за потомством ухаживает практически, нет, нет, крайне редко. Я такое один раз наблюдала в прошлом году в Царицыно, когда я вдруг вместе с уткой и его потомством обнаружилась селезня, в которой внимательно находился рядом с семьей и обгонял других самцов. Очень редко, но действительно иногда орнитологи фиксируют, скорее как исключение, вот такую заботу о потомстве. Но если мы возьмем, например, серую ворону, в которой половой деморфизм отсутствует, где вы, где самец, где самка, ну, с первого взгляда вы ее поймете. Поэтому они замечательные родители, и те, кто был когда-то побит вороной, пытаясь погладить воронем, в тем прекрасном курсе, как эти виды, как этот вид, точнее, да, замечательно заботятся о своем потомстве. И, наверное, поэтому выживаемость воронят достаточно высокая из-за высокой агрессии по отношению к другим парам. Я бы предположил еще вот какой момент, что, наверное, имеется, что стоит, наверное, за этим вопросом, что птица, у которой самец яркий, она не может так заботиться о потомстве, как, скажем, высиживать, сидеть на кладке. Вот, например, за один раз находится пара ивок. Вот ивок-санка, чуть поближе к нам зелененькой, а желтый это самец. Да, но нельзя говорить, что этот самец не заботится о потомстве, потому что он кормит самку, кормит птенцу, но при опасности вот эта яркая краска, возможно, привлекает хищника, отвлекает, он уводит хищника, вызываемый на себя. Ну и в то же время, например, трухтаны, которые здесь тоже есть, брачные поведения трухтанов, это самцы, они узнаются по очень ярким перьям на голове и такой плюмаш. Как все кулики, в общем-то, они и хватают, ну, подавляющего куликов, и хватает только на то, чтобы доказать друг другу, кто, если более круто, с пара и санкой, и на этом их великая половая функция закончится. Так что все по-разному. Я когда-то читала, что у морских коньков за потомством заботится самец, так ли это? Ага, да, так оно и есть. У самца образуется сумка на блюде, и самка откладывает экринки туда. На этом как раз заботы самки заканчиваются. Вот это как раз более яркий пример того, что забота самки о своих детках минимальна. Она только откладывает экринки, а дальше уже папа вынашивает мальков в этой самой сумке. Когда они становятся большие, они из сумки выходят, но папа их не оставляет, держит в поле зрения, и сам у них на виду, и при опасности они обратно возвращаются, покинутся в сумку. Кстати, у них это бы не венечный случай. Какой-нибудь бычок под каменщик тоже. И устраивает гнездо в виде ямки среди камней, куда самка откладывает икру, а дальше истережет кладку икры самец и отгоняет даже хищников. Самка на этом успокаивается. А рыбоклоун, как в мультике «В поисках Немо»? Ну, рыбоклоун там немножечко сложнее все, потому что там живет семейка среди актиний, и бывает иногда так, что они даже полу способны им видеть. Да, это правда, когда самцы становятся самками. Если популяции, если в группе не хватает самок, то у самцов происходит гормональная перестройка, и они становятся самками. Такое тоже бывает. Есть вопрос, но не по теме. В теории можно скрестить воробья и какую-нибудь крупную птицу вроде пеликана? Нет. Потому что, чтобы скрестить, как вы здесь смотрите, уже езжай получить 2 метра коричь проволоки, для этого нужно, чтобы хотя бы количество часов хромосом было одинаково. Поэтому, вот если мы возьмем какого-нибудь воробья, там, домового, то теоретически он, мы можем все встретить. Да, ну, с клювом я не знаю, но вообще-то есть таза, когда образуются близкородственные гибриды. Такое есть у ультинок, когда, например, самый известный в Останке наплавает гибрид кряковая и логоря, называется он крягорь, и у него действительно и в переднем покраске оперения есть элементы и логоря, и хрятов, известные, например, гибриды между, ну, например, там, какими-то зябликами и другими верховыми птицами. Но тут есть такая масса, насколько гибриды будут плодовиды, потому что чаще всего, как, например, мул, да, когда скрещивают лошадь сосок, гибрид может быть суртильным, иначе говоря, он не может дальше давать потомство, чаще всего быть плодным. И здесь вот вопрос, насколько виды способны не просто скрещиваться между собой, но еще и давать гидридное, нормальное потомство. Так, у хищников есть такой, например, есть такие два высокоростных вида, они даже виды маленькие, они внешне очень похожи, это большой и малый подорвик. И вот в местах их, так скажем, прикрытия ареалов, то есть место обитания, там, где встречаются представители обоих видов, они только наблюдают гибридов, гибриды большого и малого подорвика, и эти гибриды, они сложно, трудно определила, где к природе. Зачастую нужно брать анализ крови, брать анализ левика для того, чтобы точно понимать, это определенный вид или это гибридная форма. Такое же происходит и с лягушками. Зеленые лягушки, так называемые, крудовые, озерные, скрещиваются, дают вполне полноценных гибридах, так называемая лягушка с хедомами, причем между этими двумя видами есть разница, небольшая разница в размерах озерных еще покрупнее, прудовых, и отличаются они по цвету резонатора. У озерных они серые, у крудовых они белые, но гибриды, соответственно, светлыми резонаторами, и квакают они, гибридочка, по-разному. Орк, орк квакает крудовая лягушка, брекеке-брекеке-озерные. Так вот эти вот гибриды квакают по-разному, бывает вот такое недобрекеке-белый орк, это светло-серый резонатор, бывает иногда разное сочетание белого резонатора и в полне-полноценном брекеке, в общем-то, вариантов очень много. Жизнь терпит просто так. Да, поэтому, да. Ну а из зверей, может быть, волкословок такой гибрид, вообще тут примеров очень много, но боюсь, что это уже отдельная такая тема. Да, только вопрос, да, зачем? Поэтому, да, скрещиваются, но это не. Так, есть у нас вопросы. Пока вопросов нет, зато есть у меня вопрос. Мы знаем такое понятие, как лебедяная верность, то есть тогда, когда животные образуют между собой очень постоянный пак на долгую-долгую жизнь. Вот, собственно говоря, помимо лебедей, если такие животные, у которых самец верен в самки, но если не в течении всей своей жизни, то он, на самом деле, такой очень долго-долго живет. Ну, наверное, тут тоже, если она подбивает ваш взгляд, но, в общем-то, птичьих примеров довольно много, и интересно вспоминается такая история, вполне человеческая, роман «Честерта» на «Жив человек», где главный герой много раз жалился и при этом был верен своей жене. Как так получалось, просто они с женой обновляли отношения. Вот у дьяснов, например, пары тоже постоянно, но каждую весну и два ухаживания. И то ухаживание очень интересно, когда самец выливает частую дров, потом появляется самка, он заметил, что на заднем сидит. Начинает уже долгить при ней дупло, но если он понравился, она ему помогает, ну, если это постоянная пара, разумеется, он ей подхватывался, разумеется, она прилетает на его дров. Дальше они заканчивают гнездо вместе, ну и вместе, в общем-то, ухаживают за потомством. Самка высиживает, он ее кормит, потом кормит вместе птицов, ну, такая вот история. И таких историй, на самом деле, в общем-то, очень много, когда одна пара постоянная, но отношения, они обновляются. Но, кстати говоря, я читала Ивана Затевасьевна, то, что вот все говорят, обычно, по репутенту о верности, на самом деле, более верное отношение, скорее, у волка и серого, но там, конечно... Да, волк, кстати, тоже обещает пример. Да, когда самец даже более верный, как раз, потому что у лебедей там сходить налево самец, но волка такая история не только хороший муж, пример, неверный муж, но и заводный и отец, он, кстати, тоже помогает, ухаживает, а самки ухаживает за полчаса. И у нас сейчас есть вопрос, да, кстати, пролист, при тем, как вопрос будет задан, я хочу напомню, что у нас сегодня четверг, причем не просто четверг музея, а день бесплатного посещения, поэтому до 21 часа вы можете сегодня посетить наш биологический музей. Единственное, что на подкассы работают до 20 часов, поэтому старайтесь здесь, если у вас плавно прийти к нашему музею. Мы с удовольствием отвечаем на следующий вопрос, или не отвечаем, если мы не знаем, на который мы читаем. Нет, вы знаете, вы уже сказали про волка, и вот спрашивают, у млекопитающих всегда о потомстве заботится самка. Ну, основополагающие, конечно, да, потому что в отличие от птиц, самка все-таки должна потомство выкормить. Поскольку мы млекопитающие, соответственно, у самки образуется молоко, то основная боль забота потомства лежит на ней. Тут просто такая биологическая связь получается, помимо социальной, между с плетенышем и именно мамой. Папа оказывается, видорочка сбоку, на самом деле, нечто подобное происходит и с людьми тоже, в общем-то, мама рожает, а ребенка мама в форме, а папа, ну, бывают кормящие бабы. Ну, с людьми, ну, что да, вопрос, потому что это величие. Да, очень-то задача от нас, да, вот как раз тоже вот включиться вот в эту вот самую связь. Ну, и во многом за это отвечает представящий гормон окситоцин, именно этот гормон, который у нас образуется, очень синтезируется в гипоталантности, это отдел промежуточного мозга, промежуточного мозга, главного мозга, и этот окситоцин, как раз он в том числе и отвечает за формирование материнского инстинкта и материнского поведения. И иногда то, что, например, сам может бросать свое потомство, или даже следать свое потомство, например, открывает ему, да, в разуму, может еще и объясняться отсутствием или очень низким содержанием выработки этого гормона. Но одним из факторов, не обязательно, но одним из факторов может служить то, что окситоцин выработалось очень-очень так, потому что проводились такие опыты, когда окситоцин кололи девственным крысам, то есть крыс, которые никогда не рожали, не имели потомства, и вот эти девственные крысы начинали вполне себе заботиться о чужих крысятах, о чужих малышах, о том, чтобы они никогда в детских условиях, естественных условиях не заботились. То есть это редкий случай. И то же самое, когда мы слышим или там читаем в каких-то новостях, там, кошка-машка выкормила лужа, там, реча или там, просяк, то... Хорошо, у нее сокситоцин, да. Да, это значит, это говорит о том, что у нее очень многое, да, высокий уровень окситоцин в организме, и у нее очень такая мощная материнская забота, что она готова еще кормить вот всех, кого она увидит, даже вас. Кстати, примеры братской заботы, тоже в природе встречается часто, может быть, это немножечко уход от падины и темы, но бывает так, что, например, у мысов, у камышниц, у камышниц, по-моему, да, это пастушковые птички, кстати, вот она там... Нет, у нас у суха. Нет, а камышниц. А, да, вот она, вот она, так, черненькая, с красным носиком. Вот старшие птенцы, если она дает вторую кладку за лето, то подросшие птенцы помогают заботиться о детках, о своих младших братьях, точнее. Ну, вот здесь, например, не длежат, а ты стулья, когда тоже старшие братишки не длежат, они не уходят пока еще из семьи, но тоже как-то, в общем-то, следят за своими младшими. Хотя мне кажется, такие все и проблемные подростки для мам. Да, скорее всего, тут они просто, ну, отвлекают на себя внимание, может быть, помочь что-то не очень существенное, это такое материальное, с точки зрения, но это тоже важно. Так, что вот. Так, если у нас вопросы... Нет, здесь пишут, что вот у кукушек вообще потомство заботится другая птица. Это правда, потому что дело в том, что с кукушками есть еще одна такая сложность, потому что если вы посмотрели, видя какая-то там фотография или кадры кукушат, что у нас есть, да, у нас вот, ну это скорее вот, давайте я вам покажу на эту вот фотографию, вот это будет хорошо видно, вот кукушонок и на нем сидит приемная мать. Дело в том, что кукушата рождаются достаточно крупными, очень крупными, и вот и быстро растут, и становятся по фактически по размерам равным своим родителям. И получается, что если бы мы исходим из того, что если бы кукушка, мгновенная кукушка, сама бы, или родительская пара, да, этих кукушек, брали бы на себя ответственных за воспитание этих детей, ну, скорее бы всего бы все дело закончилось в печали, пара бы, ну, дети бы погибли. Поэтому, по всей видимости, эволюционно сложился вот у них такой вот механизм, когда, да, они подкладывают в свое лицо, в гнездо другой пары, в других птиц, которые и занимаются выкармливанием, выкаживанием этого кукушанка. Так что вот так. А ну, надо сказать о справедливости, рада, что есть и те, я думаю, кукушек, они, правда, не у нас живут, это не наша история, в которых вполне себе нормальная забота о потомстве. Пара и вистос строит, пара и выкармливает, и всиживает. То есть никакого гнездового правительства. Да, никакого гнездового правительства нет, это не правда. Да, если вы есть право, наверное, у нас и кукушку, и на дальнем подходит, да, вот так вот. Так сложилось. Так, есть ли у нас вопрос? Да, про кукушку. А есть статистика, каким птицам кукушки подбрасывают яйца? Да, есть. Обычно это сладки, сладка садовая, сладка серая, сладка черноголовка, истребиная сладка, это грехвостки, грехвостка чернушка обыкновенная, это грехвостка, пеночки, гнезда, пеночек, пеночка, пенковка, клещетка, да, как раз вот на стороне это пеночки. Вот, мамашка сидит и кормит это пеночком. И с такими подкладывают. Да, трясогуски, белая трясогуска, жёлтая трясогуска, вот жёлтая трясогуска, в основном это такие мелкие птички. Я думаю, гнезда коньков тоже вполне себе, они точно не будут подкладывать солок, дятру. Слишком легко от дещинки. Здесь, так сказать, у разных кукушек разная окраска яиц, и в зависимости от того, какие яйца она подкладывает. Это правда, из чекамышек, то есть ещё сырка вилутые. Да, дело в том, что важно, чтобы яйцо было, а, приблизительно одного размера, и второе, оно должно быть по практически точно такой же окраске, как и яйца, ну, те, с которым они их будут подкидывать, потому что птичьи не бураки, они их выкинут. Если яйцо отличается и по размеру, и по окраске, то два варианта. Либо его выкидывают хозяева, либо иногда они его заталкивают туда, и убегут подстилки, сверху набрасывают какой-то там мусор из лотка, ну, и всё, и, соответственно, там оно уже не развивается, никакого развития не происходит. Поэтому не надо думать, что, если вы понимаете, какая история, если бы было всё так замечательно, и это был бы механизм, на 100% бы поработал, то я боюсь, что мы бы были бы отражены, исключительно бы пакушками. Поскольку всё-таки есть и своя сложность, и поведение в потушку, поэтому всё должно быть просто. Тут ещё надо яйцо донести, потому что ты его ещё и подложи, ты должен найти гнездо, ты должен туда подложить сетка на ней для яйца, и оно должно совпадать с порядок поранцев. Это всё-нибудь тоже не просто. Заметно прокраситься, как-то вот это. Вопросы на самом деле очень много укупки. Кроме того, они же меняют, они же подменивают, они же не просто подкладывают в своё яйцо, они должны поменять, сделать подмену. Они вытаскивают там там хозяйское и подкладывают своё. Ну а яйцо, которое они вытащили, либо они его снидают, либо они его заделки. Здесь не дают кукушке людям покоя. Спрашивают, чем они питаются. Ничего. Причём интересно, что питаются они всякими колючими, махнатными гусеницами, которых многие другие виды птиц стараются не трогать. Гусеница медвее лица. Гусеница, как она приорвана, они очень колючие и имеют волоски неприятные, для меня, но кукушке неизбираемые это льют, а другие не пробуют. Получается, таким образом они ещё и снижают себе коневариацию среди других насекомоярных птиц. То есть, кипитаки. Можно я задам вопрос? Да. Вопрос от наших англопсаринов. А бывают ли среди рептилий заботливые самцы? Крокодилы. Ну, так скорее маману. Когда она вырывает ягоду, низкий подходил, откладывает туда, кладка может быть до 60 яиц. Бывает вот такое. Да. А дальше она всё забрасывает и охраняет. А потом, ну, где-то на 20-30. Так вот пара. Да. Так вот сходу, наверное. Да. Но, тем не менее, бывают такие заботы о потоке, потому что потом, когда-то декадилята начинают уже углубляться, они задают свой образ такой звук, писк, мамаша их отрывает и даже уже переносит в пасти, в воду. И среди зимнодорных, вот тут как раз три вверх больше. Да. Ну, вот еще есть ядовитые, некоторые векопры, которые тоже, они заботятся скорее о кладке, чем о беде. Состоят безопасное место для помещения в яйцу. Ну, вот чтобы совсем вот так вот, там, крошки. Это, собственно, народная какая-нибудь жаба-повитуха вынашивает. Пипа Суринанская. Где, самцы вынашивают? У повитухи самец, у Пипы Суринанская самка все-таки нет. Да, у нее самца. А у повитухи самец. Ну, мы бы сталкиваемся не говорим о самцах, потому что у нас в воскресенье в павильоне геологии на ДНХ будет такое вот мероприятие, посвященное Дню Отца. И мы будем, такая у нас программа «Отцы и вещи». И как раз очень рекомендуем прийти, послушать лекцию Сергея Федоровича Хребара по поводу заботы о потомстве в Папуле. Так, два вопроса. Два. Чем объясняется то, что иногда млекопитающие птицы проявляют заботу о потомстве к совершенно другим видам? Ну, вот то, что мы уже говорили, это часто проявляется с мыльким уровнем оксистацина в краю. И есть еще такой гормон пролоктин. У млекопитающих этот гормон отвечает за выработку молока в том числе. И выяснилось, что вот этот гормон, он не только синтезируется у млекопитающих у нас с вами, но и тем, у кого молока не образуется. Потому что, например, это у рептилий и у птиц. И вот этот гормон в том числе тоже участвует в формировании материнского инстинкта поведения, заботы о потомстве. А как с заботой о потомстве у бактерий? Ну, тут, конечно, сложно говорить. Бактерии делятся, и все, поделились, отдали себя к потомству. Вот это и есть забота. Может быть, это и есть высшая забота о потомстве полностью отказаться от своего «я», зато стать двумя потомками, если говорить про бактериальную клетку. Вопрос действительно такой классовский, наверное. Ну, это, если мы исходим из бесполоподеления, если это результатальный перенос генов. Тогда тут уже сложнее. Тогда ты наделяешь потомков новыми свойствами. Тоже даешь частичку, по крайней мере, себя. Да. Да, ну вот можно говорить про Вольвокс, такая, вот такой же Ватиконосец, сейчас его относят к водорослям. И здесь тоже материнская колония лоприца, дочерняя выходит на лоприцу. Это колония клеточек, представляющая собой такой шарик, который в клетке образовывается, как бы стерк до этого мячика, и делясь, по внутренней они образуют шарики поменьше, дочерней колонии. Ну и чтобы дочерние колонии начали самостоятельную жизнь, материнская колония непременно должна лопнуть. Ну вот с Вольвоксом можно будет познакомиться, наверное, на другом нашем занятии, запах капли воды. Тоже рекомендуем. Поэтому обычно на этих занятиях вы познакомитесь с миром совсем простейших и с миром даже посложнее устроенных многопречных, но тем не бесплодочных. Так, еще вопросы? Вопросов пока нет, но есть же у меня вопросы. У меня здесь все написано. А у каких животных, наоборот, с папой встречаться совсем не надо? когда лучше папу называть и не видеть? Ну, это если потомство приносит из школы двойки. Лучше с папой не встречаться, но это только, конечно. На самом деле, действительно, примеров достаточно много, когда самец агрессивен по отношению к собственному даже потомству. Ульвок такое происходит. Многие помнят мультфильм «Король лев». То есть в данном случае… Мультфильм был врут. Врут? Почему? Нет, не совсем. Потому что бывает, в общем-то, агрессия со стороны самца по отношению к ребенку. У кошачьих вообще это бывает. Что коты… Вот мы тут уже вначале говорили про примеры, чтобы кошачьи были… Среди кошачьих были заботливые папы, но, во-первых, это противоположная ситуация, когда кот агрессивен по отношению к котятам, лет в пятом. У рысей будет сейчас нет. У рыси наоборот. Бывает у хомяков такое. Иногда, вот, как я говорю, Александр, может, приводил вот пример, но там недостаток окситоцина у самки, но вот человечество чаще все-таки загрызает своих нетонучих самцов и связано это бывает с большой плодостью. Просто когда очень много хомяков в небольшом пространстве, и вот тогда такое случается. Когда я в 12-м московском зоопарке, у нас жили море капуцины, и был такой море капуцин, практически одуванчик. Море капуцин – это широколосная обезьяна, из нового света, и, соответственно, такая небольшая обезьянка с тепким хвостом, с такой своеобразной мордочкой. И вот этот самый одуванчик не однажды загрызал свое потомство, загрызал свои детонки. Его же осаживали после этого, и, в общем-то, отдельно, после спаривания в самку загрызали отдельно. Такая и была история у нас с одуванчиками. Ну и вообще самцы в обезьян тоже бывают в обезьянке. Не верь названием. Такое милое название. Это вы, как поймите, скрывается в обезьянке. Но, кстати говоря, у медведей же там же. Да, у медведей тоже. Когда самец может... Вот как раз я так понимаю, что по статистике высокий, самый высокий процент гибели молодых медвежат, когда они уже отрываются от маны, первый год самостоятельной жизни. Да, они начинают жить самостоятельной жизнью, и если встреча с собственным папой, может закончиться очень-очень плохо для медвежата. Чаще всего это связано с конкуренцией за пространство, за местом для охоты. И тут, может быть, просто с одной стороны агрессия такая и настойчивость в охране своей территории со стороны отца, и неопытность со стороны его собственного детеныша. Да, то, что такое. В конце концов, он может даже и не знать, что это его сын. Да, у многих животных, кстати говоря, в отличие от нас с вами, со временем пропадает такое представление от папы, от своих собственных детям. Это бывает иногда очень даже неплохо. Например, вот если мы возьмем бобров, которые живут на предыдуном месте, бобровые поселения размножаются каждый год, вырастают детеныши. Обычно вот в прошлогодние детеныши еще с родителями на следующий год весной рождает самка новое потомство. То есть вот эти вот старшие братья остаются с младшими. Но к концу сезона, где-то в осени, родители становятся агрессивны по отношению к своим старшим детям. И старшие дети просто вынуждены оставить родимые дома и уйти куда-то в другое место, иначе бы просто, да, они бы все подъели и получилось бы беспормиться. Ну, кстати, у меня есть так же. Слушайте, я говорю, что, ну, честно, ребенок будет... Я только подвяжу, чтобы долгое время откормился, может быть, с и мамой. Но мам начинает проявлять агрессию, в том числе по отношению к собственному отпуску, и в дальнейшем к собственному отпуску. А у нас есть вопрос. А кто самый заботливый о потомстве после человека? На самом деле, очень сложно сказать, чем измерить заботу о потомстве. Я бы не говорил бы, что не ставил бы человека здесь на первое место на самом деле. Потому что вопрос, ну, чем измеряется забота о потомстве. Вообще тут сложно установить какое-то место. Вот, например, пиявка. Не всякая пиявка, а улитковая пиявка из рода Глассифония, улитковые пиявки, они кормят своих детенышей с собой, маленьких пиявочек. Во-первых, они, когда самка откладывает вкладку, но это, правда, не отцовская забота, но он тут на самом деле, это его франитизм, поэтому в данном случае это и папа, и мама. Самка накрывает своим телом очень плотно, точнее самка, ну, надо было бы читать маму, так можно сказать. Мама, родитель. Родитель, вот, спасибо. Родитель накрывает своим телом очень плотно, прижимает камни, коряки, кладку яиц. Фактически кладка находится на брюшной стороне. И не сходит с места практически, чтобы никак не повредить, не потревожить. Потом, когда выводятся маленькие пиявочки, они сосуд мамы, подрастают чуть-чуть, мама побеет, они растут, они разбредаются, и если после этого будет в скором времени новая кладка, то тогда может мама добавить и настощение. Так что, все время сидит. Ну, или, например, взять слонов, патриканских слонов, которые были архат, но за слоненком, а слоненка заходится не только мама, но там все эти многочисленные семья, там, тетки, тетушки, там, Еван, Брай, там, Брай, там, дайная сестра, все-таки, да, какие-то старшие сестра, старшая санха, матриарха, так что вот как раз вопросу о том, что вот какое праздное бывает разновидности, да, в заботе от патриканских, как же разные животные из этого, из этой ситуации. А осьминог как же? Мама осьминоги. Осьминоги – это трагедия. Это трагедия сапога. В общем-то, да, ну, тоже охраняем кладку, как тут, да. Ну, осьминога охраняет кладку, но, как правило, она умирает либо незадолго до полдриния малышей, либо фактически потолки. Да. Как нельзя сказать, чтобы она с собой кормила, но, в общем-то, да, получается так же. Да, поэтому… Она не может передать свой… У многих рысь тоже одно, только размножение в году. Они заходят на нефть. Кстати, не в году, простите, в жизни. А то размножение в жизни, да. И, в общем, они заходят, идут на нефть, подметав икру, уже все. Нет, все. А морские звезды заботятся о потомстве? Нет, с морскими звездами все иначе. Морские звезды довольно верительные существа, и тут противоречие будет. Если у них будут все всех своих деток держать рядышком, то просто будет в одном месте очень много. Поэтому, вообще-то, леченки морских звезд, их детки, родители, совсем не похожи. Они плавают в толщей воде, как планктон. Плавают в значительной мере по силе, приносятся течениями. Ну и вот пока вот они развиваются, леченки, у нее будет вообще полностью перестраиваться организм, рот переезжает на другую сторону, и потом уже она немножечко тяжелее, это седает на нос, становится маленьким морской звездочкой. А если мы взлом, например, без зубов, и без зубов вообще дети, это паразиты, сосуд, кровь, ну, ну, прямо можно из зубов присасываются, заболтаются, а когда к жабрам, когда к плавникам, а рыб, проплывающих мимо. И так вот они на рыбах распространяются. Просто дело в том, что все живое стремится не только к распножению, а только к распножению, оно чревато тем, что будет очень настрой конкуренции. Просто выросшие дети будут мешать нормально жить родителям. Поэтому важно не только распространяться, но и распространяться. Поэтому вот и бывают различные хитрости. Иногда вот, если вот когда личинка, например, активно передвигается или по силам передвигается на большие расстояния, все в море, взять вот морских звезд, например, то понятно, что она не будет мешать родителям, когда станет взрослой морской звездой. А вот если взять мебель, лежат, бомрят, кротят, светлые шаг, вот светлые, такой подземный грызун, тоже вырастают родители, то есть вырастают дети, и родители уже взрослых детей перестают, если будет, начинают наоборот перестать, чтобы они уходили, начинали с настоятельной жизни. Ну, я, кстати говоря, можно прослеживать если у кого-то есть по-моему, кошке-собаке, бывает так, что к маленькому ребенку кошка, там, собака очень бежно относится, но потом ребеночек вырастает, и его, казалось бы, это только, который нужно любить, периодически начинает гаять. Чего, детство кончилось, я теперь тебя не жалею. Да, так вот, собаке-кошке, я поражаюсь, например, на свою кошку, которая, когда у нас появился, ребенок, когда у меня сын родился, она вот, значит, что-то не терпела от него. Всякие добрые детства. Но потом все закончилось. Так, есть ли у нас вопросы? У меня вопрос тоже не по теме, просто заговорили про собаку, ведь правда, собаки, они малышам дают делать вообще все, что угодно. Это, а как они понимают, что это недоразвито еще? Ну, я была позавтрима. Да, сейчас, в общем-то, граждане имеют имя у нас. Да, что по всей видимости, дети как-то иначе пахнут, ну и действительно, да, правда. Вот этот эффект Маури, синдром Маури, не зря же, я так не про это писал, когда дети, это правда, поскольку Киплинг живые люди, черпицы, Англии, и, я думаю, с твоими глазами он ожидал вот этих Маури, этих детей, которые воспитывали эти животные. Но, правда, реальность немножко не такая, как книги. 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 Он не умный порастает. Да. А вот еще папа и мама тоже отличаются. Помнится, мы как-то с Орголи Александровной стояли около вольера с Орени. по семье. Мы были на Курской косе, мы сделали выставку по Курской косе. Это правда. Тогда там Олег Яшко был, который упорно старался год в одну через решетку, через сетку именно меня, мою сторону проявлял окостью. Но надо помнить, что это был сентябрь месяц. Да, это время года у них было. Это время года поехало здесь. Сергей Филипсович выступал в рецепт Курской косе. Спрашивают, умеют ли кораллы заботиться о потомстве? Нет. Личинки появляются? вот так, чтобы потом об этом. Как раз тут такая же ситуация, как с морскими звездами. Личинки должны быть куда-то. Личинка плавала, она сентябрь фоскопическая, присвоенная, и она просто прочитает в свой родицейский дом. И, уплывая, она по комиссалу проявляется в каком-нибудь там субстрату. да, и... ...по воде и на кораллы. Поскольку они там как-то тоже по запаху стараются держаться вместе. вот, в общем-то, многие исторщики и манистики тоже с одной как-то решаются, противоречия находят компромисс между тем, чтобы вот одна семья разрасталась на одном месте, мешая друг другу, и полного одиночества. то есть, подровшие детки или щенки оседают в улице с ними далеко друг от друга. Но здесь как раз получается обмен генетическим материалом, потому что они могут быть от разных родителей, просто не обязательно от родственников. А, так что, многие кораллы, они же и раздельно кобы. и раздельно это я сейчас уже не использую. Так, есть у нас вопросы? Ну, у меня есть еще вопросы, извините, а вообще какая обычная функция упала? Я все упала. Ну, по ним размножение. То есть, обычно какая-то функция в живой в живой Поперебой. 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 сложно сказать. На самом деле, В общем-то, я бы так сказал, и, может быть, это действительно будет достаточно универсальный ответ, насколько он на 100% ко всем животным относится, но ко многим. Это разгрузить, облегчить жизнь самки. Больше всего животных по количеству видов у нас насекомых. И самка стоит перед сложной задачей. Ей нужно сложить яйца. Это, наверное, затратное дело. А самец решает все остальное. Не самка его ищет, а он ищет. Поэтому самцы имеют длинные, пушистые усы. Взять, например, бабочек многих видов. Очень похожи самец и самка. Но чем отличается самец? У него усы устроены гораздо сложнее, обойтение гораздо тоньше. Гораздо дальше он чувствует запах самки, чтобы прилететь к ней, чтобы не самка к нему летела, а чтобы он к ней прилетел. И вот здесь вот он и разгружает самку. Бывают ситуации такие, когда самец даже самку кормит собой. Ну, конечно, он не хочет быть съеден. У богомолок, но после свадьбы молодая жена свидает своему плановому мужа. Так можно сказать. Да, но мы помним тех самцов, которые дают подарки, причем пустые самкам. Поэтому пока самка разворачивает этот пустой подарок, самец успевает и вербутворить, и убивает. Но они всегда пустые. Некоторые глутиты подносят муку, например, самки. И пока самка занята мукой, ест, вполне только подкрепляется. Это перед тем, как отложить яйца, самец делать свои дела и убегает. Но, в общем-то, там в определенном смысле санкции, они освобождают самку, а в дополнительных энергозатратных тем. Вот это сейчас, например, такой вот родительский, отцовский, точнее, причастности. Да, тоже у нас есть вопросы. Ну, во-первых, вас благодарят за эфир. Спасибо. Садают вопрос, который вообще не по теме, мне кажется, для другого эфира. Можете сказать, как сперматозоид входит в яйцеклетку? Да, я думаю, мы об этом расскажем на другом эфире, потому что тоже будет немножко другая тема. Это говорит о размножении. Я тогда этот вопрос для себя запомню, чтобы говорить. А вот как раз у нас предполагается 27 числа эфир с Карлосичевым-Садкиным. И мы там поговорим про Герасимова. Ну, тогда, я думаю, мы можем и уйти вот эти вопросы необычные. Так, а на этом мы вас благодарим за внимание. Спасибо вам большое. Напоминаем, что в этом воскресенье, 16 октября, в регионе геология МВТВХ, если вы живете в Москве или в Москве, у нас будет программа, включен ее отцу, отцы и дети, и Сергей Ферексович Хреба, кандидата исторических наук, у него будет лекция. Покон может. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. До свидания.